В администрации Волжского состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Дню Города. В этом году Волжский отметит свое 69-летие. Хотелось бы сказать, что для нас город Волжский это все-таки дом. И мы все большая семья, поэтому все наши праздничные мероприятия мы построили как раз на этой теме. День рождения, как и в любой семье, это повод встретиться, повод поговорить, повод послушать хорошую музыку. И наши мероприятия в этом году мы постарались направить как раз на семью, на детей. У нас очень много таких мероприятий, так скажем, по-домашнему обустроенных, наверное, это особенность этого года. Праздничные мероприятия в городе стартуют с открытия памятнику начальнику строительства Волжской ГЭС Александру Александрову. Первостроители города Волжане вспомнят на традиционном митинге, посвященном историческому событию, приданию поселку Волжский статуса города. Также Волжан ждет множество спортивных и культурно-развлекательных событий. Так, на территории речного порта состоятся заезды на гидроциклах. Под центральным улицам города пройдет традиционный велопробег. На озере Круглом прозвучат бардовские песни. Это место впервые будет задействовано для проведения мероприятий в честь Дня города. Еще одной новой локацией праздника станет Парк Солнечный. Парк Солнечный в этом году свои локации организовал таким образом, что там действительно каждый волжанин для себя найдет что-то интересное. Помимо выступления кавер-групп, там ожидаются интерактивные точки в виде пеной вечеринки, в виде спортивных состязаний, в виде площадок ГТО. Власти города постарались составить программу событий таким образом, чтобы в каждом из районов Волжского жители прочувствовали праздничную атмосферу. Множество мероприятий пройдут в старейшем парке города Гидростроитель. Мы начнем это все в четверг. Это будет большой семейный праздник «Ты плюс я, волжская семья». Это традиционная уже история, которая в городе Волжском ежегодно проходит. Мы приглашаем все семьи, то есть будет большое количество локаций на территории парка. Это будут и концерты, это будут и спортивные соревнования, это будет и зона караоке. Целая серия мероприятий в парке Волжский организует для волжан ЦК «Октябрь». 21 июля здесь пройдет большой детский праздник «Город счастливого детства». И пенная дискотека, и технические площадки по типу «Кванториум» и «Кванториум», где каждый может найти себе применение. И мастер-классы по рукоделию, и спортивные площадки, и детская караоке, игры в барабаны, анимационные площадки, и химическое шоу с азотом. Надо сказать, что на каждой площадке дети смогут получить призы. Далее состоится фэшн-парад. Всего в программе празднования 69-летия Волжского более 30 мероприятий, как ставших уже привычными, так и новых. В числе последних – церемония чествования участников городского конкурса «Звезда Волжского-2023», который в этом году проходил впервые. Город Волжский – большая семья, и мне особо хотелось отметить, и, наверное, уже поблагодарить, все сообщество города Волжского, потому что традиционно мероприятия, которые проходят в эти дни, они финансируются за счет помощи наших предпринимателей, наших спонсоров. И каждый из них, вот вы увидите это на локациях, на всех, на наших, везде поучаствовали наши предприниматели. Это и помощь в подарках, у нас где-то будут бесплатные различные конкурсы, у нас будут даже угощения бесплатные для деток, это тоже наши предприниматели. Конечно, это оплата таких вот глобальных вещей, как сцена, приглашение звезд российской эстрады, но, еще раз подчеркиваю, это действительно общий праздник. Кульминацией Дня города Волжском станет праздничный гала-концерт. 23 июля на сцене выступят лучшие творческие коллективы Волжского и Волгограда. Хедлайнером концерта выступит известная певица Натали. В завершении праздника в городе прогремит праздничный салют. Игорь Иченев, Мария Шабанова, телеканал Волгоград-1.